ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Чем отличается украинский плен от российского? Наглядно. Сколько месяц у плен? Третий год. Третий год? То есть он изначально попал. Вчера было у меня 777 дней. Вот очень интересно. Сколько веса потеряли? Ну, поперой, да. Поперой потерял, потом я набрал вес. А скажите, как за голодом боретесь? Как с чем? С голодом как боретесь? Ну, за голоду я не боюсь. Не за голоду? Нет. А пытки какие-то к вам применяются? Нет. Украинский военный, побывавший в плену в РФ, посетил пленных расистов, которые содержатся в Украине. Он рассказывает им о пытках, издевательствах и голоде, которые ему довелось пережить. Хотите, я вам покажу, какой я вышел в плен через 10 месяцев, пребывая в ваших постлагерях? У вас все зубы вниз? Ну. А ногти можете показать, Наталья? Да, конечно. Я вам покажу, какой я вышел. Но фашист я. У меня 17 операций. Мне сломали нос, вырвали два зуба, сломали челюсть, сломали правую ключицу в двух местах, левую. Оторвались мышцы от ключицы с бицепса, потом пересаживали и посадили на анкера. Сломали правую лопатку, шею. Покажи, покажи вот эти вот, пусть все посмотрят. Чего? Позвоночник в трех местах. Копчик перед день обмена. Сунули нож в дно. Ну, фашист я. А я никакой там не пытал. Я просто проснулся в пять утра от того, что начались взрывы в моем городе приграничном, Чернига. Потому что ваши войска пошли со стороны Белоруссии. Были там и Самарские, в том числе, когда меня взяли в плен. И когда нас били и пытали, вот я вам покажу ноги мои, чтобы вы просто понимали. Вот зубы вырваты. Это мне уже делали операции. Пять операций только на челюсти. Смотрите, ноги мои. Это не осколки. Подойдите ближе. Я никого не... Вот где вы меня могли видеть. Вы говорите, я вам лицо не знал. Потому что я давал. Нет, нет, нет. Самарские пленные, которых Россия не хочет забирать и которые сидят в тепле и нажирают морды, аж загрустили. Но фашисты и нацисты все равно в Украине. Смотрите, не перепутайте. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. Новая газета Европа утверждает, что вот уже пять лет, как Рамзану Кадырову поставлен диагноз некроз поджелудочной железы. Диагноз этот тяжелый и сопровождается сильными болями, утолять которые приходится транквилизаторами. Из-за передозировки этого лекарства, по данным издания, Кадыров угодил в центральную клиническую больницу в сентябре прошлого года. Одновременно с этим пиарщики Кадырова развернули целую кампанию по отвлечению общественного внимания от проблем со здоровьем главы Чечни. Частью их стратегии было, например, избиение Никиты Журавеля в СИЗО. Ужасное видео, которое распространили после этого, и череда награждений Адама Кадырова – это все часть большого пиар-хода. Я даже не знаю, что хуже – избить человека ради самоутверждения или ради спокойствия дорогого папочки. Как бы то ни было, оба этих варианта просто ужасны. К другим новостям. Минздрав опубликовал печальную статистику. Каждый четвертый участник войны или родственник погибшего на так называемый СВО нуждается в психологической помощи. В этом же отчете говорится о том, что помощь эту людям стараются оказывать. Открывают пункты и специальные кабинеты. Жаль, конечно, что там не говорится, что главная причина – война. И улучшить статистику можно простым решением – прекратить ее. И в продолжение разговора про медицину. 75 видеообращений к Путину записали медработники по всей стране. Вот пример одного из таких видео. Этим постановлением работникам скорой медицинской помощи была установлена прежняя выплата. Врачам 11 тысяч 500 рублей, фельдшерам 7 тысяч рублей. В то время как выплаты остальным медицинским работникам превышают наши выплаты в 4 раза. Дело в том, что в марте Путин повысил надбавки медикам. Добавил, что это в районе 10 тысяч рублей. Но не всем. Водители скорых, к примеру, остались без надбавок. И теперь в попытке добиться хоть каких-то выплат сотрудники скорой пачками записывают в видеообращение. Мне, конечно, хочется надеяться, что Путин в Кремле их услышит. Потому что все эти люди каждый день выполняют очень нелегкую работу и платят им за это очень мало. Но при этом я знаю, что проблема таких вот россиян в списке приоритетов у Путина далеко не на первом месте. В приоритете уже вот больше двух лет война. И на этом он не жалеет ни денег, ни человеческих жизней. В приграничных регионах из-за опасности обстрелов выпускникам школы разрешили не сдавать ЕГЭ. Речь про Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Вместо экзамена школьники должны будут пройти аттестацию. А для поступления в ВУЗы предлагают создать ЕГЭ на безопасной территории. Хотя едва ли в России сейчас можно найти такое место. Беспилотники давно летают на тысячи километров от границы. В Курганской области сейчас тоже небезопасно. Из-за паводков и их последствий. В 100 километрах от Кургана затопило месторождение Добровольное, где добывают уран. Под водой оказалась одна из старых скважин. И теперь радиоактивные отходы могут попасть в реку Табол. Если зараженная вода попадет в употребление, для организма наступают тяжелые последствия – внутреннее облучение. Экологи опасаются, что болезни среди населения из-за токсичной воды просто неизбежны. В Башкирии местный бизнесмен вместе с сыновьями избил компанию подростков. Это произошло в селе Иглино. Девушка, которая была в компании, смогла снять часть драки на видео. А потом рассказала, что и как произошло. В результате драки ее парень попал в больницу с тяжелыми травмами головы. Еще несколько человек тоже были избиты. Нападавшие также посадили ребят в машину и угрожали убить. И это не просто случай бытового криминала. Рауф Габдулин – крупный местный предприниматель, связанный с главой района Гюзель Насыровой. Прошлым летом она даже писала пост, что Рауф и его сыновья – гордость Иглинского района и пример для всех. Теперь, конечно, главный вопрос – будет ли возбуждено дело и будет ли нормальное расследование. Или связанные с властью бандиты и его семья уйдут от ответственности. Российские чиновники продолжают борьбу с русской культурой. На этот раз под запрет попал новый роман Владимира Сорокина «Наследие». Роман вышел в конце прошлого года и вскоре на него был написан донос. Якобы в романе содержится пропаганда ЛГБТ. От продажи книги уже отказались «Озон», «Лабиринт» и «Вайлдберрис». А издательство АСТ опубликовало открытое письмо для всех потенциальных площадок о необходимости прекратить продажу книг. Очевидно, за этими решениями стоит не позиция издательства и не решение отдельных магазинов, а позиция властей. Государство вовсю использует цензуру и спекуляции на так называемых традиционных ценностях в своей политике. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путем. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Помним, мы были в форме, мы входили в другие страны, мы помним, нас кто-то кормил недосыто, но как раз, что мы входили в другие страны, мы помним, нас кто-то одевал зябко, но как раз, что мы нас боялись в ватниках и шинелях, бабы в желтых жилетах, тоскали опоки, мы помним и никому не дадим забыть. На протяжении всей путинской эпохи День Победы служил демонстрацией возрождающейся силы России. Но в этом году этот праздник может стать символом растущей слабости режима. «Слава Украине! Героям слава!» До ежегодного празднования Дня Победы в России осталось меньше месяца, и Кремль неожиданно предпринял весьма необычный шаг, отменив ряд военных парадов в региональных столицах. В Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, отозваны запланированные парады в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой. Сообщается, что празднование Дня Победы в оккупированном России и Крыму также отменено. Отмена официально связана с проблемами безопасности, вытекающими из продолжающегося вторжения России в Украину. Однако многочисленные эксперты предполагают, что Москва также испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам старается не подчеркивать масштабы потерь, понесенных российской армией в Украине. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-70С. 2Б3, 1-го гвардейского очередного спорта Англого парка. Командует парадным расчетом капитан Комбинар Т-70С. Вне зависимости от того, какова настоящая причина отмены парадов, проблемы безопасности или нехватка снаряжения, для Путина это решение в любом случае является болезненным ударом, который намекает на мрачную реальность, стоящую за оптимистичным пропагандистским изображением российского пробуксовывающего вторжения в Украину. Ежегодное празднование 9 мая в России тесно связано лично с Путиным. На протяжении всего своего правления он сделал советский опыт Второй мировой войны центром усилий по восстановлению национальной гордости России после чувства унижения в 90-х. Путин превратил традиционное российское благоговение перед вкладом, внесенным советскими военными в победу в этой войне, в квазирелигиозный культ победы со своими собственными догмами, праздниками и еретиками. Нацистский ничтожный подонок обращается к великому народу-победителю. Сам День Победы стал самым большим праздником в году, а победа над нацистской Германией вознесена над всеми другими событиями и достижениями как определяющий момент в истории России. И почтальон сойдет с ума, разыскиваем нас! Этот культ победы уже давно задает тон в российской политике и общественной жизни. Внутренние и зарубежные противники путинского режима регулярно подвергаются нападкам и клеймятся как фашисты. При этом всевозможные текущие вопросы рассматриваются через поляризирующую призму Второй мировой. Нигде эта тенденция не проявляется так явно, как в официальном подходе России к Украине. В течение многих лет украинские власти безосновательно клеймились как нацисты, а нынешнее вторжение в страну изображается как современное продолжение борьбы с Гитлером. И мы воюем с украинскими фашистами за нашу братскую близость. Вот за что мы воюем. Прежде всего. Значение Дня Победы для национальной идентичности в путинской России и тесная связь праздника с войной в Украине делают отмену парада в этом году особенно унизительной. Вот ирония судьбы. Это унизительно. Это унизительно. Это, конечно, усмешка. Другие публичные торжества можно было бы без лишнего шума отложить или отменить, но непразднование Дня Победы указывает на серьезные проблемы, которые трудно скрыть даже в жестко контролируемой информационной среде России. В то время как кремлевские пропагандисты продолжают настаивать на том, что вторжение в Украину идет по плану, очевидная неспособность властей гарантировать безопасность внутри России во время этого важнейшего национального праздника свидетельствует об обратном. Мы напуганы. Некоторые из нас по три ночи не спят. Вот сегодня стреляют, завтра все. Мы же не знаем, кто это стреляет. В Бегородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни. Хотя традиционное мероприятие, посвященное 9 мая, в некоторых региональных столицах России не состоятся, главный праздничный парад страны в Москве пройдет по плану. Однако Путину, скорее всего, нечего праздновать. Последние месяцы его вторжение столкнулось с серией неудач как на военном, так и на дипломатическом фронтах, что делает перспективу Победы более отдаленной, чем когда-либо. Возил свою голову, которые потом вернулись на нашу родину, но погибли, умерли по состоянию здоровья. Эти неблагоприятные обстоятельства еще больше усложнят Путину задачу, когда он попытается найти верную интонацию в своем обращении по случаю Дня Победы в этом году. Ему не приходится ожидать ничего хорошего, и он, вероятно, будет искать вдохновение в славе прошлого. Нельзя жить только прошлым. Я уже много раз об этом говорил. Это ведет в никуда. Однако сравнение между Второй мировой войной и нынешним затруднительным положением России может оказаться не очень лестным. В разгар наступления нацистов в конце 1941 года Москва, как известно, организовала ежегодный парад Октябрьской революции на Красной площади, в то время как мощь вторгавшейся немецкой армии находилась всего в нескольких километрах от нее. Наоборот, Путин сейчас, очевидно, не в состоянии защитить Россию от гораздо более скромной угрозы, исходящей от страны, которую он рассчитывал завоевать всего за три дня. Главное достижение Украины – это то, что Киев так до сих пор и не был взят за три дня. Я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали. Захотим возьмем, не захотим откажем. На протяжении всей путинской эпохи День Победы служил демонстрацией возрождающейся силы России, но в этом году этот праздник может стать символом растущей слабости режима. Разговаривать-то будем? Не слышу. И напоследок, отменен бессмертный полк. Нет, не из соображений безопасности, а из боязни Кремля показать в прямом эфире на всю страну масштабы потерь российской второй армии теперь уже загробного мира. День Победы! День Победы! На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине.